Здравствуйте, Вероника Олеговна, спасибо за ваше время. В 2023 году объем двусторонней торговли Китая с Россией достигли гордых 240 миллиардов долларов США, увеличившись на 26,3%. Как вы оцениваете достигнутые результаты китайско-российского торгового сотрудничества? Я хорошо помню, несколько лет назад цифра в 100 тысяч миллиардов долларов для товарооборота являлась суперамбициозной, а сейчас мы достигаем 240 миллиардов. С одной стороны, мы радуемся, что это рекорд, с другой стороны, мы понимаем, что у нас огромные возможности еще не реализованные. Как это стало возможно? Потому что мы действительно, и Россия, и Китай, системно работают над увеличением возможностей для взаимного сотрудничества. Россия и Китай всегда заявляли о стратегическом партнерстве и всегда были направлены на дружеское, взаимовыгодное сотрудничество. Никогда не заявляли о торговых и экономических конфликтах и, наоборот, старались всячески избегать тех барьеров торговли, которые возникают на пути наших товаров. Всегда очень в дружеской обстановке на различных межправкомиссиях и других площадках обсуждали те факторы, которые мешают увеличению экспорта и импорта, решали эти упрощения с точки зрения регуляторики, стимулировали приход инвесторов. И поэтому те цифры, которые мы видим, амбициозные цифры 240 миллиардов долларов, это результат очень кропотливой, очень планомерной работы правительства и бизнеса наших стран по выстраиванию, по сохранению, по уважению дружеских отношений друг к другу. И мы видим большой потенциал в нашем сотрудничестве, мы видим очень много ниш для российского экспорта, которые присутствуют на китайском рынке, но еще нами не освоены. И мы имеем очень большие планы по расширению товарооборота, и все это будет абсолютно взаимовыгодно. По ставке какого вида продукции Россия намеленно увеличить в Китае, и в каких областях будет ускорено создание новых точек роста двухстороннего товарооборота? По прошлому году мы видим взрывной рост экспорта российского агропромышленного комплекса на рынок Китая, и это связано, наверное, с несколькими тенденциями. Во-первых, открытие китайского рынка для российской свинины, для субпродуктов, которые являются нашим мощным экспортным потенциалом, но раньше не присутствовали на китайском рынке, открыли возможности для российских компаний заключать экспортные контракты и увеличивать товарооборот. Во-вторых, Россия является в сегменте агропромышленного комплекса поставщиком очень большой линейки тех товаров, которые, может быть, раньше не были знакомы нашим китайским потребителям, но узнавание про наши экспортные возможности позволило и по ним заключать экспортные контракты. Таким образом, из такого моноэкспортера, с которым ассоциировалась Россия, экспортера только зерна или масла или мяса, мы становимся экспортером более широкой линейки продукции АПК. Это и рыба, это и морепродукты, это и крабы, это и кондитерские изделия, алкогольная продукция, молочная продукция, и молоко, и различные сыры, йогурты, которые мы видим сейчас с большим интересом, воспринимаются китайскими потребителями и становятся китайские потребители такими долгосрочными уже покупателями. То есть мы стали показывать нашим китайским партнерам большой ассортимент того, что мы в сегменте АПК делаем, и увидели большой такой взрывной рост к этому ассортименту. И деловые переговоры, которые мы проводим с дистрибьюторами, потом экспортные контракты, которые заключались в прошлом году, продемонстрировали действительно большой интерес ко всей линейке, ко всему ассортименту российского сегмента АПК. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, во-первых, мы видим увеличение объемов экспорта вот этой большой линейки, которую мы пока только познакомили, это называется только пощупали, попробовали для китайских потребителей. И, конечно, еще большая неизведанная ниша в предложении нашего сегмента промышленного для китайских покупателей и готовой продукции, и тех полуфабрикатов, которые используются в цепочках добавленной стоимости для использования в готовой продукции. Здесь мы видим очень большую нишу для работы, потому что, опять же, слабое знание о том, что мы умеем производить, и как мы сможем выстраивать кооперационные связи, вот это слабое знание как раз и требует от нас большей сейчас работы по нахождению таких пар партнеров на российской и китайской стороне. Одно из направлений нашей работы на этот год и следующие годы – это как раз знакомство именно в сегменте промышленного сектора российских и китайских потребителей. Каким образом возможно расширение потенциала китайско-российских отношений в сфере внешней торговли? И сейчас планируют ли вводить новые стратегии для дальнейшего развития китайско-российского экономического и торгового сотрудничества? Мы здесь, наверное, глобально видим три направления, в которых нам нужно всем вместе сконцентрироваться. Первое направление – это действительно работа по повышению узнаваемости всего ассортимента российского экспортного потенциала, который может быть представлен для наших китайских партнеров и нахождение новых деловых связей. Это такая очень системная работа, которую мы планируем проводить вместе с китайскими коллегами-дистрибьюторами для того, чтобы выстраивать именно долгосрочное регулярное сотрудничество и спрос, который будет составлять ту товарную массу, которая будет загружать логистические коридоры. Второе направление – это логистика, которая формирует ту самую регулярность и конкурентоспособную цену доставки. Мы уже в прошлом году начали очень активно с нашими логистическими компаниями выстраивать такие логистические сервисы-коридоры, например, рыбный шаттл. Вы знаете, что в прошлом году компания «Феска» и российский экспортный центр запустили регулярный маршрут, который доставляет рыбную продукцию и продукцию морепродукты из портов Дальнего Востока и Санкт-Петербурга морем до китайских потребителей. За счет того, что это регулярные поставки, без перетарки, без перегрузки, замороженной продукции, за счет этого сокращается время доставки, сокращается стоимость доставки, потому что нет необходимости перегружать продукцию. В Харбине был запущен мясной шаттл. В связи с открытием рынка свинины Китая, компания «Феска» запустила регулярный железнодорожный маршрут по доставке продукции мясной из России с точками консолидации, начиная Брянск, Москва и другие точки на территории России, где консолидируется мясная продукция. И именно эта отраслевая специализация логистического коридора позволяет крупным дистрибьюторам на стороне Китая с большим интересом заключать экспортные контракты, потому что это уже гарантия и такой интересной, большой по объему товарной партии, и качество доставки, потому что замороженная и охлажденная продукция требует профессиональной доставки. Здесь логист, который гарантирует от загрузки до порога эту доставку со всеми наивысшими стандартами в этой области, это все, конечно, упрощает, удешевляет и ускоряет доставку. Вот такое направление является одним из очень важных для других видов грузов, и мы выстраиваем сейчас партнерство и с российскими логистическими компаниями-экспортерами, и с китайскими логистическими компаниями, и нам очень важны китайские дистрибьюторы, которые именно формируя регулярный спрос на конце доставки, будут партнерами по формированию таких регулярных коридоров. И дальше мы можем обсуждать уже географию этой доставки, это может быть любая точка России, которая будет консолидировать этот вот груз. Нам здесь, конечно, очень важно выстраивать эти партнерства с участием уже китайской стороны. Это очень приоритетное, очень важное направление работы, которое мы видим в ближайшее время, и мы приглашаем всех китайских партнеров, дистрибьюторов для структурирования таких коридоров, и это будет абсолютно взаимовыгодным сотрудничеством по перестройке товарных потоков, и за счет ее регулярности это будет создавать уже стабильность и предсказуемость торговли.